всем привет сегодня начинаем готовить кузов прошла ровно неделя как я его отгрунтовал нет извиняю 6 дней прошло 6 он у меня днем жил на улице ночью в боксе померяем толщины какие у нас получились на грунте 180 190 170 200 230 170 155 115 43 170 ну то есть берем такую среднюю 160 то есть там всем 160 из которых я где-то 40 50 снимаю точно а сейчас идем дальше померяем капот у нас тут отстаивается двери 220 ну капот и наливал потому что тут надо было налить тут шпатлевка у нас 390 двери ровные 170 140 это лежа наливалась 150 толщина в принципе одинаково это для тех кто говорит ты почему двери не кладешь или там не вешаешь когда а разница никакой если вы работаете нормально правильным разведенным грунтом о что лежа что вертикально толщина будет одинаково при одинаковом нанесении понятно что на лежачую дверь легче налить толстый слой но толщина слоя должна быть рекомендована одинаковая да там в районе 60 70 микрон за проход не больше потому что хреново сохнет слой где-то тут у меня на какой-то двери не помню какой-то двери в этой зоне почпотлеваны или тут или там по-моему а сейчас мы подолщине увидим на тут тут были царапки такие в металл уходящий эти у меня двери почему на вертолетах потому что рамка сгнившая а там с передней части с той стороны герметики срезал двери от грунтованы вчера то есть получается такой разрыв что двери вчера а кузов уже шестой день идет как отгонтован и сегодня мы будем заниматься подготовкой кузова к краске красить я его сегодня физически не успею то есть это невозможно в принципе подготовить и открасить кузов именно чтоб качественно все сделать потому что подготовки допустим тут час с этой стороны ну пускай полтора полтора с этой стороны потом расклеиваемся вытираемся обдуваемся кучу раз обезжириваемся переезжаем в камеру и начинается заклеиваемся все дырочки затыкаем отверстия пробки подкрылки конты арки под фонарями тут все что не красится все надо запечатать и убрать поэтому за один день откраситься нереально тут даже подготовиться и клеится нормально уходит целый день примерно у нас тут обновление пришло я знаю что это сейчас вам покажу потом дальше если вещь годная действительно хорошая у нас с организатором всего этого дела был телефонный разговор в котором как бы но этот человек сам инициировал ухты какой красивый и Teddy он сразу включен дать скидку ты красивый какой пик пик сразу включен а давайте без всяких пока тут чухаем без всяких изменений по мерами его не настраивал короче я понял надо почитать инструкцию почитать инструкцию значит настроек 150 214 187 интересные приборчики они есть на нашем на нашем украинском рынке и делаются для нашего рынка обязательно в общем я знакомлю с инструкцией настроил пощупают и допустим там дальше видео покажем сравним с немецкими сравним с тари который для россии делается в общем есть чем сравнить разные толщиномеры есть и поглядим что это вещи себя представляет если вдруг все хорошо оставлю ссылку на магазин погнали кузов чухать и Продолжение следует... 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 все на этом все сейчас пощупаем прошло минут семь где-то я лак пока пистолет по моему галочок уже схватился хотя в помещении температура где-то в районе 20 вот так вот 19 20 градусов то есть не жарко не так как было что вообще фух-фух-фух прямо жарище прет но лак как ни странно я думал будет дольше сон он сохнет вполне предсказуемо и нормально но тут пожирнее налито где нормально налито там хорошо тут получается я проходил сначала низ все торцы а потом еще когда сверху наливал он еще раз сюда попадает вот все закончили с кузовом пусть сохнет кузов можно будет потихоньку собирать накидывать всякую всячину пока будем на цены и сухо всем пока